Итак, деградация школы. Почему вдруг вообще пошел об этом разговор? Учителя также работают, так сказать, все вроде бы так же, как мы ходили в школу, наши дети теперь ходят в школу и так далее, но все больше и больше и больше даже от родителей можно слушать разговор об этом. Для того, чтобы, значит, как бы это понять, надо все-таки немножко такой исторический контекст затронуть, вот как бы рассказать. Вот есть такой интересный исследователь Владимир Африканович Никитин, он много рассуждает и размышляет на тему образования, и в частности он много имеет зарубежных командировок, ездил там по разным как бы странам, штатам или Европе. И вот будучи в Германии, он разговорился с аректором одного, значит, как бы университета, и задал ему вопрос, и не буду сейчас без диалог поисказывать, один только такой успех, вопрос был такой, вы в своей деятельности ориентируетесь на идеальную школу, какую-то или нет, вообще на что-то ориентируетесь. И ответ был такой, вот про эту идеальную школу, что идеальной школы нет, любая школа это функция времени, место, исторической эпохи, в которой она как бы находится. Вот эта вот мысль, она очень простая, очень глубокая, на самом деле ее мало, как бы понимают. У нас очень плохо, мы понимаем, несмотря на то, что все в школе проходили, что образование, оно было очень различным, в различных условиях. У нас у всех ассоциируется примерно так, что вот, например, есть университет, ну понятно, что вот мы там все ходим на занятия, там они идут, и, ну, наверное, университет, он всегда был таким. Известно, что университет первым появился нам в одиннадцатом веке. И в голову не приходят люди, что вот это все, когда мы ходим по классам, мы читаем занятия, это, в принципе, там система, веденная там в Каменске, достаточно поздно, входит в средневековье, одиннадцатый век, это там классическое средневековье или ранее. То есть университет был другой, не так вот там все было, хотя и название было другое. Он больше был похож на там цех, или, знаешь, на какой-то античный такой вот, знаете, когда там Платон какой-нибудь ходил, там порощи, и за ним там ученики ходили, да, и там чего-то как бы слушали. То есть сама там система передачи знаний, она была как бы другая. А мы привыкли вот к этой, к классному уроку, условно говоря, по отношению к университету. То же самое к школе. Хотя еще совсем недавно, вот в девятнадцатом веке, если там говорить, в основном элита, не в школах воспитывалось детей, но гувернеров, скажем, позорами. То есть брали гувернеров, которые, ну, сейчас можно было бы сказать, аппетитом, только так и по моему предмету, скажем, да. И они там учили, вот эти как бы учителя, на дому, условно говоря, не в школу уходили, не вот в группы, не в классы и так далее и тому подобное. А вот эта современная школа, это, в принципе, продукт уже индустриальной эпохи, когда вот такая школа начала появляться. И церковно-приходская школа, например, которая там на массы была ориентирована, она тоже только распространенность стала как синяя при девятнадцатом веке, а до этого все тоже было по-другому. То есть школы, они различны, и они на самом деле заточены на эпоху. И если мы говорим о своеменной школе, к которой мы сейчас привыкли, надо хорошо понимать, что эта школа, это школа, которая заточена на задачи индустриальной эпохи, которая так выглядит. Она поэтому и построена по таким индустриальным канонам. Почему? Ну, потому что мы все привыкли думать, что школы только обучают. Это неправильно. У нас даже в русском языке понятие обучения, образование не разводится. Это разные понятия. Образование – это вот что-то образовывается. Ну, в общем-то, как бы, педагоги образовываются личности. Обучение – это передача просто, как бы, знаний. Даже вот корневая, как бы, образование – это что-то новое, что-то не было. И вот оно возникло, что-то такое цельное и так далее. И у школы задача, в общем-то, конечно, не только обучение, а образовательное. Если говорить, приходить, как бы, на язык, это значит, ну, расширить язык. А речь должна идти не только на каких-то умениях, науках, мы о зумах еще поговорим в другой раз, да. Но и о, так называемых, психотипах. То есть, в школе должна появить некие поведенческие паттерны, которые в обществе сейчас доминируют и восстают. И если индустриальное общество больше построено на таком инструкторском типаже, то есть все выполняют инструкции. Вот эти директивы определенные, которые как бы спускаются. То основная задача школы – всех приучить выполнять инструкции. Мы просто не додумываемся на этой теме, да. А это очень работает, это очень важно. И мы привыкаем, мы ходим 10 лет в школу, нам дают там какое-нибудь домашнее задание, мы выполняем домашнее задание, мы выполняем. А что это такое? Дальше инструкцию мы выполняем. Дальше. Потом еще так 5 лет он и спит. Потом через 15 лет человек выходит, и вдруг выясняется, что без инструкции действовать вообще не может. То есть он как бы не соображает, если ему как бы не дают. Потому что ему появили определенный поведенческий патрон. И у него сформировали определенный психотип. И вот этот психотип, который как бы формировался, он был очень нужен именно в достоянной эпохе, которая конвейерная. Где у нас стоит конвейер, и все должны выполнять свои инструкции, не дай бог он ее не выполнит, все конвейер как бы слетит. Понимаете? И большая часть людей, она у нас вот в такой парадигме воспитывалась. Есть такое знаменитое распределение колокол-гауссов. Вот так он выглядит, как его. Многие процессы описываются через колокол-гаусс, математическое выражение. Если мы говорим об образовательной системе, то она как бы охватывает вот этот центральный стол. То есть большинство людей формируется вот в такой парадигме. Есть хвостики, то, что выпадает за вот эту основную линию. В индустриальной эпохе эти хвостики тоже были. Были какие-то творческие, научные люди, которые могли творить. Не знаю, что их не было. Но это были хвостики. Их было сильно меньше. Вот по численности. Все, один идет. Потому что ниш, в которых они могли работать, было намного как бы меньше. Понятно, да? И поэтому школа, она должна была готовить основную массу людей в этой парадигме инструкции. Она ее готовила. И небольшое количество людей выпускает, которые могут за нее выходить. И тоже так получалось за вот это распределение гауссовского. И вот у нас эта система работала. Она была оптимально подстроена под индустриальную эпоху, конвейерную эпоху и так далее, и тому подобное. И поэтому там хорошо ложились команды административной системы разные, там всякое планирование такое директивное. Все, вот система более-менее хорошо работала и все было замечательно. Теперь представьте себе, ситуация меняется. То есть мир становится более динамичным, более быстро изменяется. Директивы кругоморядом не успевают. Надо сышать. Уже стоит задача перед образованием формировать другой психотип и передавать другое, другое формирование. С другими вещами работы. Об этом мы сейчас говорить не будем. Но на что я хочу обратить внимание здесь. Что в связи с тем, что эпоха меняется, современная школа, она уже не работает в чистом достоянии эпохи. Где все к другому подобному. Где люди, которые должны выходить, они идут на соответствующие предпорядки и так далее. Здесь уже поехало. У нас уже некого партии, которая там что-то указывает и так далее. У нас другая, значит, работа. У нас другие информационные потоки, там через интернет и так далее и тому подобное. Все, историческая эпоха поменялась. А система была подрогнана к той исторической эпохе. И в силу этого начинается уменьшение эффективности, даже если ее мерить индустриальными линейками для колоний. То есть она не может так же эффективно работать, потому что просто у них нет опорных вещей, на которых она могла раньше операться. Вот раньше легче было, например, делать административное давление на учеников. Они нормально выстраивались, строились как надо, там, линейки и там шли и так далее, там, гоняк скринялось или какой-либо еще. Сейчас это уже не работает. Соответственно, те методики образовательные, которые были на это задействованы, они нанизывались на эту бусинку, подразумевали, что люди будут четко выполнять этот алгоритм. Они не работают, потому что люди не живут в этом алгоритме, они его не выполняют. И поэтому видно, как качество образования начинает падать. Оно начинает падать, 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 падать. И у нас в связи с этим нарастает недовольство и тех родителей, которые помнят старую индустриальную эпоху. И, в общем-то, способны оценить, что качество индустриального образования падает. И те новые родители, которые уже чувствуют дыхание нового времени, что надо работать с другими вещами, они оказываются тоже недовольны школой, потому что они видят, что это новое, что должно формироваться. Школа с этим просто не работает. И в итоге вот это недовольство, оно обрушивается как бы на школу, а наш чиновник, он привык все вопросы решать таким образом. Если, значит, оно возрастает недовольство, значит, надо больше контролировать. Надо больше такой вот вводить контроль и дуракратии. И это превращается в прессинг дополнительный для учителя. Возрастают всякие там отчетные документы, которых надо писать, там, бесконечное какое-то количество. Вот так далее. И учителя уже не процессом занимаются этими отчетами, это еще больше толкает деградацию. И вот у нас раскручивается колесо, раскручивается, раскручивается. Вот. И параллельно растет недовольство. Продолжение следует...